Привет, ребята, это Настя. Вы замечали, что сегодня в какой лекционный зал или комнату для совещания не войдешь, повсюду встретишь людей, звонко отстукивающих происходящее, будь то презентация или лекция на своем компьютере, или если нам больше повезло из-за звука, то на своем айпаде, и такие люди, как я, с нашими блокнотами и ручками мы даже кажемся, или, по крайней мере, я себя ощущаю, немножко старомодными, но на самом ли деле люди с лаптопами более эффективны, и кто в конечном итоге выигрывает? Вот об этом и будет сегодняшнее видео. И в конце видео, ребята, будет очередной книжный розыгрыш, потому что я, наконец-таки, получила новую партию книг от издательств. Это правда, что вести конспекты от руки — это тяжелее и занимает больше времени, чем печатать их на компьютере. Вообще, когда мы печатаем лекцию, например, на компьютере, то мы в целом записываем в два раза больше информации, чем наш однокурсник, который делает это на бумаге. Более того, для кого-то, у кого плохой почерк, возможность печатать лекции позволяет ему иметь такие аккуратные и красивые записи. Но действительно ли эти подробные и красивые конспекты стоят того? Исследование, о котором я вам хочу рассказать, было напечатано в 2014 году в Psychological Science. Это один из самых уважаемых рецензионных, научных рецензионных журналов в сфере психологии. И оно было сделано учеными из Принстона и UCLA. Студентов, которые участвовали в этом эксперименте из этих университетов, разделяли на две группы и читали им лекцию. Одна группа должна была делать конспект от руки, а вторая — печатать его на компьютере. После этой лекции конспект у обоих групп студентов забирали и через неделю их приглашали сдать экзамен, тест по информации, которая была прочитана на лекции. Так вот, те группы студентов, которые вели конспект от руки, они в среднем набирали в два раза больше баллов, нежели те, которые писали конспекты на компьютере. Почему так происходит? Начнём с того, что есть две пользы от ведения конспектов. Первое — это то, что когда мы записываем за преподавателем, например, то часть информации откладывается у нас в голове. Первое — это то, что называется encoding hypothesis. Encoding — это просто концепт из модели памяти, кодексифистической модели памяти, которая обозначает просто запоминание. А второе — это то, что конспект представляет из себя внешний носитель, на котором содержится информация, которую мы можем в будущем выучить. Здесь мы главным образом рассмотрим эффективность именно первого момента, то есть запоминание информации и обучение в процессе конспектирования. Почему не второго? По крайней мере, когда дело касается университетской среды, та информация, которую нам сегодня даёт лектор, она доступна более-менее повсеместно. Если не от него, то через книги, через интернет, через открытые курсы других университетов. И поэтому это дебатируемый, открытый вопрос, действительно ли это самое эффективное использование времени на лекции, создание ещё одного внешнего носителя, уже существующих в других источниках информации. И действительно ли самый эффективный способ создания такого носителя, даже если мы решим это делать, это запись за профессором вручную или на компьютере, а не, например, запись на диктофон. Поэтому это открытый вопрос. В то время, как я думаю, любой, каждый, смотрящий это видео, он был бы счастлив выходить с лекции уже с отложившимися знаниями. Так вот, насколько ты запомнишь информацию при конспектировании, это зависит от того, как ты конспектируешь. И есть два вида конспектирования, которые называются генеративные и негенеративные. Я просто перевожу Google Translate с английского, если это неправильный термин, и вы знаете правильный, поправьте меня, пожалуйста. Ну, в общем, генеративное конспектирование подразумевает под собой перефразирование, суммуризацию информации, записывание информации в форме интеллект-карт. А негенеративное инспектирование – это просто конспектирование слова в слово, то, что ты слышишь, что ты и пишешь. И по своей натуре генеративное конспектирование, оно подразумевает гораздо более глубокий процессинг обрабатывания информации, нежели негенеративное. При негенеративном конспектировании ты можешь даже не понимать то, что ты пишешь, ты можешь слышать, не отдавать себе отчёт то, что ты записываешь. при этом, просто это более поверхностный процессинг информации с когнитивной точки зрения. Так как эта информация применима в нашем деле цитрать против лаптопа, дело в том, что когда мы пишем на лаптопе, то мы не имеем этого временного ограничения, которое заставляет нас быть выборочным в том, что мы пишем, и мы не имеем возможность писать больше, и мы делаем это просто потому, что мы можем. На самом деле в этом эксперименте учёные даже попросили группу студентов, которые делали конспект на компьютере, они их проинструктировали, что они не могут писать слово в слово. Они объяснили им, что они должны писать, используя генеративное конспектирование, и тем не менее это никак не помогло этим студентам делать настолько же ёмкие записи, насколько их делали студенты, пишущие от руки. Я даже не буду упоминать здесь огромное количество исследований на другую подтему в сфере конспектирования, которая более популярна, а именно действительно ли компьютер отвлекает. Потому что даже если у тебя не включены оповещения, и ты сам не заходишь в соцсети, то даже просто тот факт, что поставить bullet point на бумаге гораздо проще, чем найти соответствующую кнопку в меню твоего word процессора и поставить его — это уже, как я рассказывала в недавнем видео, очень незаметный, но очень опасный тип многозадачности, который существенно понижает твою эффективность. Я не знаю, если вы знакомы с каким-нибудь software, с каким-нибудь приложением для написания книг, но я, например, знакома с Ulysses. Так вот, там нету форматирования через меню, потому что если писатель отключётся всего лишь на один момент, чтобы сделать какое-то форматирование, то его внимание переключается и уже мысль истории, которая у него была, ощущение этой истории, оно ломается, и автор теряет нить повествования, и ему нужно опять сконцентрироваться. Но всё-таки возвращаюсь к аргументу, что конспектирование на компьютере даёт нам больший объём информации, который мы можем заучить позже. Исследователи в этом исследовании также провели эксперимент, когда они раздали конспекты после одной недели студентам для того, чтобы они могли повторить их и потом написать этот тест. Так вот, даже в этом случае те, кто писал свои конспекты от руки, сделали, сдали тест лучше, нежели те, кто печатал его на компьютере. Конечно, возможно, это потому, что те, кто печатали на компьютере, просто написали слишком много, и из этого обилия деталей и информации им было сложнее выудить самое главное и выучить его, в то время как те, кто писали от руки, изначально написали меньшую, но главную информацию, и им было проще просто её заучить. Объективности ради отмечу, что эффект преимущества ручной записи при запоминании фактической информации работы, он наблюдается именно тогда, когда мы говорим о тестировании через какой-то промежуток времени. Когда студентов тестируют незамедлительно после того, как они написали конспект, то результаты более-менее одинаковые. Но мы-то с вами учимся не для того, чтобы запоминать информацию на один час после того, как мы услышали её. Всё-таки нас интересует долгосрочное запоминание, и именно для этого ручная запись лучше и подходит. Что касается моего опыта, когда я училась на бакалавре, я всегда ввела конспекты от руки, но я непременно перепечатывала их дома. Правда, учитывая эти исследования, это всё-таки не то же самое перепечатывание, потому что дома мне никто не диктовал, и как следствие я могла делать это медленно и вдумчиво. Тем не менее, сейчас, когда я учусь на магистратуре, я точно так же пишу лекции от руки. Правда, сейчас я всегда записываю их на диктофон. На всякий случай я буквально несколько лекций, записанных на диктофон, консультировала позже, но всё-таки я испытываю какое-то душевное спокойствие, когда я знаю, что они у меня записаны. Плюс кто-то, может, пропустил лекцию, я могу её им послать, и они могут воспользоваться ей. Но с другой стороны, я перестала перепечатывать лекции, и сейчас я даже не понимаю, зачем я это делала раньше, потому что сейчас я знаю, что гораздо более эффективным будет потратить это время перепечатывания на то, чтобы попытаться recall информацию хотя бы раз в неделю. То есть это уже из того моего видео о том, как работает память. Наверное, вам лучше, если вы не знаете, о чём я, посмотреть его, чтобы я не повторялась. Свои собственные study notes я также делаю от руки, и преимущественно потому, что я использую иллюстрации для того, чтобы лучше вспоминать информацию. Я вам как-то уже рассказывала, что визуальная память, она в разы и в разы сильнее какой-либо другой памяти. И особенно, когда это касается медицины, где мне приходится запоминать просто огромное количество новых терминов и концептов и процессов, тот, когда я нарисую какой-то биологический концепт, то он просто стоит у меня перед глазами, и я его вижу, и я могу описать эту историю просто закрыв или держа даже глаза открытыми и представляя его себе. Это действительно работает. Может быть, это интересная тема сама по себе, и я могла бы снять про неё видео. Итак, исследования говорят, что конспектирование информации на компьютере негативно сказывается на том, насколько хорошо мы запоминаем конспектируемую нами информацию. И хотя кажется, что более детальные записи позволят нам… дают нам какое-то преимущество в учёбе, на самом деле нужно помнить, что цена таких более детальных записей — более поверхностное понимание. И поэтому именно при избирательном записывании, когда мы вынуждены саморизировать, перефразировать, синтезировать информацию, это то, что позволяет нам достичь оптимальных учебных результатов. Кстати, ребята, по вашей очень правильной просьбе я буду стараться отныне всегда оставлять ссылки на упомянутые, используемые мною в видеоисследованиях в инфобоксе внизу, чтобы вы могли прочитать их сами для себя. Для сегодняшнего розыгрыша я выбрала книгу, которая мне неожиданно сильно понравилась, и это история создателя AliExpress, и это только один из его бизнесов — Джека Ма. Он известен своей харизматичностью, умением мотивировать других людей и также такой слепой, можно сказать, но верой в то, что всё получится, если только работать, который он всегда таким был, даже когда у него было пару центов в кармане. И это, несомненно, всё очень заразительно, и я и заразилась этим. Я даже не знаю, откуда начать, потому что столько здесь всего замечательного. Я, например, не знала, что Джек был просто учителем английского. Как это звучит? Может, неуважительно. Но, в общем, он был учителем английского. А создал империю, которая соревнуется с Walmart'ом или с Amazon'ом и с другими мировыми брендами, и именно такая была его амбиция с первого дня в далёком 1999 году, когда они с женой в своей квартире создавали эту фирму, совершенно не имея никаких денег, опыта или знаний в этом. У него, кстати, не только такие компании, как AliExpress, но есть, например, Tmall — это такой же онлайн-ретейлер, но там есть… он специализируется только на брендах, и там можно найти от Apple до Zara, и даже дилеры, которые продают машины, есть на этом сайте. Вообще, автор объясняет такой успех онлайн-ретейлинга в Китае тем, что исторически даже сейчас условия для физических магазинов очень слабые, особенно в том, что касается недвижимости, и поэтому китайцы, например, они гораздо более открыты и больше делают онлайн-покупок. Например, в сравнении с США в Китае доля розничной торговли через интернет 10%, а в США она 7%. И вообще в этой книге действительно очень круто переплетена личная история Джека вместе с какой-то историей самого Китая, историей предпринимательства и торговли в Китае, с какими-то политическими и культурными ссылками, с правда интересной статистикой. Ну и чисто технические комментарии. Эту книгу очень легко читать, потому что у неё такие короткие главы, и она очень ёмко написана, нет каких-то деталей слишком, которые могли бы быть скучные, и вообще у неё такие плотные приятные страницы. Единственное, что почему-то в этой книге размазывается шрифт, размазывается текст, я не знаю, на чём она была отпечатана, но в целом это очень приятная книга. Честно говоря, до этой книги я относилась к Алиэкспресс с каким-то пренебрежением и, признаться честно, даже каким-то высокомерием, типа, ах, какая-то китайская ерунда. Но после того, как я её прочитала, я половину книги прочиталась на сегодняшний момент, буквально пару дней я начала назад её читать, я… моё уважение и интерес к… не только к Алиэкспресс, но и вообще к Китаю в целом, к их экономике возрос просто в разы. И вообще, если вы ищете что-то такое лёгкое, развлекательное, информативное и мотивирующее одновременно, то мне кажется, это очень хорошая книга на осень. Три такие копии с доставкой на дом по всему миру я разыграю среди вас, и я предлагаю вам участвовать в этом розыгрыше, оставив комментарий внизу с книгой о каком-нибудь бизнесе, которую вы читали, может, это Nike, Starbucks или Zara. Если вы читали какую-то такую книгу о бизнесе, о её создателе, и она вам очень понравилась, то расскажите нам внизу, чтобы порекомендовать, какие ещё книги на эту тему можно почитать. Если вы не читали такой книги, просто напишите, что вы участвуете в конкурсе и хотели бы её выиграть, чтобы не было… ну, чтобы были только действительно качественные комментарии с рекомендациями. И, ребята, не забывайте, что чтобы продолжать видеть мои новые видео в своей ленте, вы должны быть не только подписаны, но и нужно нажать на этот колокольчик рядом с кнопкой подписаться, потому что YouTube теперь изменил алгоритм, и просто, например, если вы пропустили несколько видео, потому что вам эта тематика не интересна, что абсолютно нормально, но YouTube думает, о, этот человек подписан, но не смотрит этот канал, не будем забивать его лентой ненужными видео, просто мы не будем их ему показывать. И это… в этом есть что-то для каналов, которые снимают видео по сугубо… по сугубо одной узкой тематике, но для таких каналов, как мой, где я снимаю на разные темы — на учёбу, на образование, на здоровый образ жизни, это не совсем подходит. Поэтому просто чтобы знали об этом, и если вы хотите, то можете нажать на этот колокольчик, чтобы YouTube знал, что вы хотите видеть мои видео в вашей ленте. То же самое касается любого другого блогера, чьи видео вы хотите видеть в его ленте. Я только что называла себя блогером, обычно я этого не делаю. Странно. И это всё на сегодня, я вам желаю очень хорошей, весенней, продуктивной недели, и увижусь с вами в четверг. Пока!